Челябинец, который избил двух пенсионеров, один из которых ветеран Великой Отечественной войны, не отправился за решетку. Ранее судимый за распространение наркотиков, дебошир полностью признал свою вину и раскаялся. А 89-летний дедушка простил буйного мужчину. В зале суда побывал наш корреспондент Эльвира Хафизова. Она знает, какое наказание ему за это назначили. В зал суда подсудимый Глемязный пришел не в наручниках и даже не под конвоем. Также в зале суда он не сидел за решеткой, хотя рассматривалось уголовное дело. Заседание проходило в мировом суде. Он уже возместил 30 тысяч рублей ветерану Великой Отечественной войны. Дедушка сказал, чтобы его сильно не наказывали, ведь на эти деньги он просто хотел приобрести медицинский аппарат. Дважды судимый 32-летний Иван Глемязный закрывает лицо от журналистов. Видимо, стыдно, что без причины поднял руку на пенсионеров. Ивана судят за умышленное причинение легкого вреда здоровью. На удивление мужчина полностью признал свою вину и даже раскаялся. Напомним, инцидент произошел 12 августа у дома номер 50 на улице Агалакова. Это кадры той самой потасовки. Подсудимый подошел к двум старикам, которые сидели на лавочке у подъезда. Пожилые люди не смогли дать отпор мужчине. В итоге пострадали два пенсионера, один из которых – 89-летний ветеран Великой Отечественной войны. У дедушки медики зафиксировали множественные ушибы и ссадины. Одну рану волосистой части головы, то есть получается, что ушибленную рану, рана повлекла за собой кратковременное расстройство здоровья продолжительностью до 21 дня включительно, что является медицинским критерием квалифицирующих признаков в отношении легкого вреда здоровью. После инцидента редакция агентства чрезвычайных новостей начала свое собственное расследование, определила место происшествия, как зовут нападавшего и даже его адрес. Благодаря представителям средств массовой информации и неравнодушным гражданам был установлен предположительный адрес проживания подозреваемого. Им оказался местный житель 1986 года рождения. Через несколько дней Глемязный сам явился с повинной в полицию, дал показания, а после попросил рассмотреть дело в особом порядке. Сегодня Мировым судом Ленинского района рассмотрено уголовное дело в отношении Глемязного, который органами дознания обвиняется в умышленном причинении легкого вреда здоровью, вызвавшего кратковременное расстройство здоровья, совершенное из хулиганских побуждений. То есть Глемязный обвиняется в совершении преступления, предусмотренного пункта МА части 2 ст. 15 Уголовного кодекса РФ. Как выяснилось, ни ветеран войны, ни другой пострадавший претензий к нему не имеют. Пенсионеры простили хулигана, лишь говорят, что стыдно за такую молодежь. Так вот. Ну поменьше бы таких, если жизнь была бы лучше. И вот по решению суда Иван Глемязный получил два года условного заключения.